Это ты что ли? Он говорит, я Олег Григорьевич. Ой, ё-моё. Слушайте, я хочу посмотреть машину вашу. Я говорю, что мне, зачем, какой смысл тебе смотреть свою собственную машину, которую ты мне втюрил? По-другому даже сказать не могу. Ты её впихнул мне теперь, кувыркаю с этой машины, и продать надо. Нет, но я хотел бы глянуть тебе, посмотреть. Я говорю, что ты будешь смотреть её? Мне сейчас дел куча, у меня бизнес новый, поэтому ты давай гуляй. Он, ну хотя бы скажите, где я хочу её посмотреть? Где она стоит? Я говорю, ну там-то возле дома стоит. Я переехал, адрес ему назвал. Через пол вся звонок. Олег Григорьевич, ну выйдите. Я уже здесь хожу, гуляю, смотрю. Выхожу из дома, возле дворота стоит моя машина, и вокруг неё ходит этот Роман. Я говорю, что тебе надо? Я из-за тебя тут накувыркался. Ой, вы все лампочки поменяли, и колёса новые. Я говорю, а ты думал, как? В хорошем состоянии у вас машина. Я думаю, ёлки-палки, в хорошем состоянии машина. За пять тысяч долларов купил полтора года назад. За тысячу долларов не могу продать из-за этого, мягко сказать, нехорошего человека, который меня обдурил и вставил мне вот эту вот американскую машину, которую теперь никто не хочет покупать. И вдруг он мне говорит, Олег Григорьевич, а продайте мне вашего форда. Я только что был готов продать её за тысячу долларов. И вдруг я слышу такое предложение от человека, который полтора года назад избавился от неё и прыгал от восторга, и я видел, как он над землёй парил, улетая с моими деньгами. Я говорю, ладно, хорошо. Он говорит, сколько вы за неё хотите? Я говорю, 4200. Я говорю, вот это да, я даю. 4200. Он говорит, у-у-у, 4200. Олег Григорьевич, вы что думаете, у меня те пять тысяч сохранились, что ли? Да что вы. У меня тёща всё повытаскала, и я вообще сейчас без денег. Давайте за четыре. Я говорю, давайте. И руку ему сразу. Он мне руку пожал. Я в бардачок достаю доверенность. Он достаёт деньги. Я считаю деньги, 4000 долларов. На его глазах рву доверенность, которую он мне дал на право вождения с правом продажи. Рву доверенность, бросая ему ключи, он садится в машину и уезжал. Я думаю, вот это да. 4000 долларов. Только что мечтал за тысячу. Вот это да. Как такое могло сверхъестественным образом произойти? Как такое случилось? Что это такое? И потом вдруг мысль внутри. Так я же Бога попросил. Я помолился. Вот тогда по-настоящему, в первый раз, я испытал, как работает молитва, как работает Бог, даже если ты хотя бы вот так молишься. у меня начался бизнес новый. 10 лет я был в сетевом маркетинге до этого. В лучшем случае я зарабатывал тысячу долларов, полторы, две. Это был гигантский прорыв. Это было, может быть, за все 10 лет несколько раз. Раза три, может быть. И это был гигантский прорыв. Это был колоссальный труд. Больше я никогда не получал денег. И вдруг у меня начался бизнес. И вот эти 4 тысячи долларов, я их туда все сразу в этот бизнес. И через полгода я уже зарабатывал 10, потом 20 и больше тысяч было. И больше, и больше, и больше, и больше. Я понял, какой настоящий скилой маркетинг. После 10 лет такой финансовой сухомятки, я говорю, страшных долговых страданий, вдруг такое обилие, такой денежный поток, такое падение на тебя, как дождь пролился. И началом были вот эти 4 тысячи долларов. Но это не все. Через месяц, примерно, чуть больше, может быть, я уже поехал на Симферопольский рынок подержанных автомобилей, для того, чтобы присмотреть себе машинку. Какую-то, потому что без машины уже было нельзя. Я уже заработал денег, подзанял там чуть-чуть, и за 10 тысяч долларов приглядывал себе автомобиль. Весь такой счастливый, весь такой на подъеме, деньги пошли. И видно, как Бог меня прямо вот благословлял. Такое чудо за чудом, чудо за чудом. И это было первое. И хожу по рынку, выбираю машины. Впервые в жизни я смотрю на автомобиль, который стоит дороже 5 тысяч долларов. впервые в жизни своей. 7, 8, 9, 10 тысяч долларов. Это мне тогда казалось невероятно. И вдруг я вижу, стоит мой форт, темпл, весь обклеен огромными буквами и объявлением, продается, и рядом кислая рожа романа. Вопрос. Зачем человек, полтора года назад, с огромным трудом, избавившись от автомобиля, зная, что он не продается, снова пришел ко мне, к человеку, которому он обманным путем, по сути дела, вставил этот автомобиль, зачем он у меня его приобрел? Зачем он его купил? Кто-нибудь знает? Я только могу догадываться. Его Бог заставил, потому что хотел мне помочь, понять и поверить в то, что если я его буду просить, он будет вот так мне, чудо за чудом, чудо за чудом, менять мою жизнь. Ведь это же чудо, когда человек, который вообще продал машину, а потом ее обратно купил, это чудо. А если он еще такую машину, с таким трудом продавал, и потом опять его так вот настоятельно, вот так вот настойчиво пришел и выкупил обратно, это просто сверх чудес. Я хочу вам сказать, что я открываю новый видеоблог для людей, которые верят в Бога. которые хотят понять, как с помощью Бога, с Божьей помощью изменять свою жизнь лучше, в том числе в вопросах ведения бизнеса там и так далее. Как молиться, о чем просить и как это делать. и вообще, вот эта тайна, которая покрыта мраком для абсолютного большинства людей, она, если ее разгадать, она может кардинальным образом поменять вот так жизнь многих людей. Ты только думаешь о чем-то там вот хотя бы за тысячу, а он тебе раз и четыре, да еще вот такой фантастический, вот выбирает вот такой фантастический способ. взять и тому же человека, который тебе продал, ему же и продать. Почитайте там внизу, где будет ссылка, как попасть на мой этот видеоблог, я начинаю. Но это не для всех, это только для тех, кто хочет верить в Бога, верит в Бога, понимает важность этого для себя. Это не для всех, это не обязательно. Я не хочу бизнес, и христианский блог сливать воедино. Две разные вещи. Я желаю вам удачи. До встречи на моем новом видеоблоге. Удачи вам.